Мы читаем главу КТЦ. КТЦ переводится «когда выйдешь». Продолжение там вечно актуальное и оттого очень печальное – «на войну». Когда выйдешь на войну и в этом смысле, как мы уже не раз говорили, и глава КТЦ, и другие главы, ей предшествующие, идущие за ней, они находятся в контексте пятой книги Торы, в контексте книги Дворим, которая довольно, я бы сказал, кровожадна, то есть она наполнена войнами, все еще впереди, так называемая шестая книга Торы, как ее многие называют, то есть первая книга пророков Яшо уже рассказывает о завоевании земли Израиля, и там войн еще больше, и пока мы говорили только о Зайордании, где евреи время от времени участвовали в каких-то военных стычках, и вот уже непосредственно перед входом в землю Израиля в нескольких военных операциях, то есть и собственно оккупировали, заняли какие-то земли. Надо сказать, что с высоты нашей сегодняшней, сегодняшней гуманитарной мысли, сегодняшней, не сегодня родившейся, мы, пожалуй, находимся в эпохе деградации в этом смысле, и история вообще знает взлеты и падения такого рода, но в общем эпоха гуманизма как-то вот такую героизацию войны и вообще войну, войну как такую квинтэссенцию человеческой храбрости, уверенности, мужественности и так далее, больше не принимают. И это произошло, еще раз скажу, не сегодня, это происходит столетиями. Да, самые страшные войны все равно происходят в новое время, но это связано скорее со средствами производства, точнее с оружием, с убийством. Сегодня убить людей можно в гораздо большем количестве, гораздо быстрее, чем это было тысячи лет назад. И да, военные конфликты все время где-то опять появляются, и где-то они и не стихали, но это скорее падение цивилизации. То есть цивилизация нынешняя, она кажется про то, что война это безусловное зло. И тем удивительнее читать книгу «Дворим» вообще и главу КИТЦ в частности, которая, да, принимает в качестве факта, мы могли бы сказать, но еще и всячески одевает в одеяние заповеди всякие военные действия. И эти военные действия иногда кажутся невероятно жестокими, или призыв к этим действиям, и прямо скажем, находятся где-то рядом с понятием геноцид. То есть Господь устами Маше велит какие-то народы просто снести с лица земли, то есть не только своей земли, а вообще земли. Мы можем долго и упорно говорить о том, что с сегодняшних позиций, с позиций новой философии, нового общественного устройства судить и осуждать то, что было несомненной частью ментальности 3000 лет назад. Это занятие неблагодарное. Но это было бы уместно, если бы мы говорили о человеческом труде, о человеческих мыслях. Но мы говорим о Священном Писании. Про Священное Писание мы говорим про его вечную актуальность. И в связи с этим нам, так или иначе, приходится все время с этой дилеммой сталкиваться. И еще раз замечу, просто так отвести ее, вот это дела давно минувших дней, предание старины глубокой, не получается. Тора актуальна, она нам говорит о чем-то. Что же нам теперь убивать людей, искать потомков семи народов и так далее? Не сегодня возник этот вопрос. Этот вопрос возникает на протяжении всей наблюдаемой еврейской книжности. В чем, собственно, сегодня эти заповеди и как нам следует их исполнять? И я говорю о том, что это не сегодня возникло. То, о чем мы будем говорить на нашем сегодняшнем общении, на нашем сегодняшнем занятии, это, среди прочего, про то, как мудрецы, учителя еврейской традиции наполняли ежедневным смыслом абсолютно все, что написано. Сказано, что то, что слова Торы пусть в твоих глазах будут вечно новыми. Вот они их наполняли не просто новыми смыслами, а вечными смыслами, таким образом говоря, что, собственно, то, что написано в простом смысле Писания, это вот как раз может быть исторический контекст, это может иметь какой-то исторический контекст. Но в том, что там написано, всегда должна быть некая мораль, некий урок всем нам. И вы, наверное, догадываетесь, что уроки, которые из всяких заповеданных войн извлекали наши мудрецы, вовсе не в том, чтобы взять меч и идти убивать женщин и детей. Не только потому, что это аморально, с точки зрения еврейской традиции, просто убийство, это запрещенная Торы вещь, она могла бы быть разрешена вот такого рода исключениями из правил, но и потому, что это невозможно. Не ах, невозможно, следовательно, речь в основном не об этом. Значит, мы должны каким-то образом трансформировать сказанное для какого-то нам актуального урока. Это касается очень многого. То есть, мы говорим о такой крайности, как заповеданная война и вообще всяческая жестокость военная. Но мы неоднократно говорили, что, например, мудрецы Великого Собрания наполнили постхрамовый иудаизм совершенно новыми смыслами, потому что по определению храмовый иудаизм был связан и большинство заповедей его связаны с храмом, с властью еврейской, то есть с еврейским царем и тому подобное и так далее. Что же это все просто не имеет там никакого отношения? Нет, мы все время видим, как мудрецы пытаются наполнить самые, как казалось бы, архаичные, не имеющие к нам никакого отношения заповеди нашим смыслом, смыслом актуальным. И это всегда несет в себе в том числе гласический, то есть законодательный контекст, не просто размышления. Но это еще и этические уроки. И эти этические уроки, они вечные, они не имеют отношения исключительно к какому-то периоду. Я уже неоднократно говорил, но сегодня хотел бы оговорить это тоже, что мы имеем дело с тем пластом еврейской учености, еврейской книжности, который до нас дошел. Дошел до нас он по причине иногда канонизации, то есть того, что было в ранних античных этапах канонизированный, поэтому сохранялось как священный текст, что вовсе не отменяет того, что те тексты, которые не считали священными, могли быть вполне кошерными. Мы, кажется, не раз уже говорили о том, что Медраж по большей своей части утерян. Просто потому, что у него не было такого статуса, как у священного писания. И, соответственно, вот эти тетрадки, папирусы, пергаменты, свитки, кодексы и копировались гораздо реже, и сохранялись гораздо хуже. Но иногда речь идет о целом пласте еврейской традиции, не части, не частично утраченных текстах, а целом пласте. И те, кто постоянно следят за этой нашей серией разговоров, наверное, обращали внимание, что я неоднократно упоминал Александрийскую школу. Например, изучение священных текстов. Эта школа, она почти персонифицирована, связана с именем Филона Александрийского. Филон Александрийский, который жил в эпоху разрушения второго храма, был современником храма. Он оставил на древнегреческом, на греческом языке, труды по комментарии к священному писанию. И эти комментарии в еврейской традиции не сохранились вовсе никак. Ну, потому что это маргинальная школа, был Иерусалим, был явно, а там где-то в Александрии египетской где-то сидит, значит, еврей, который, судя по всему, даже древнееврейского языка, священного языка не знал, читал Тору в переводе септуагинты. Но при этом, очевидно, для сегодняшних следов, что он был совершенно, он не был сектантом ни в коем случае, он был абсолютно, то, что мы сейчас сказали, ортодоксальным. Слова такого не было до XIX века включительно. Значит, традиционным в рамках фарисейской, назовем так, в научной исторической системе ценностей, вот, был вполне фарисейским ученым. И, конечно, передавал определенную позицию, которая вряд ли была персонифицирована исключительно в нем. Просто он ее лучше всего систематизировал. И он, как я уже неоднократно вам рассказывал, к сожалению, его труды сохранились плохо, сохранились только в переводах, очень редко в оригинале, в оригинальном письме. На русский они вообще крайне редко, мало их часть переведена. Но, тем не менее, вот он, это имя есть. Есть в качестве такого греко-еврейского философа. То есть, так его называют, потому что он поженил в определенном смысле греческую философию, ненавистную иерусалисмским мудрецам с еврейской традицией. Это видно по его подходам, по его цитатам и так далее. Но напомню, что через 10 веков после него этим занимался, например, во многом Маймонит Рамбам, Ральбак Герсонит и имень Легион. Вся плеяда вот этой замечательной еврейской традиции, еврейской философии. Поэтому одного этого недостаточно, чтобы отсеять его. И, в общем, его подход, он ровно тот, о котором я говорил в самом начале. Что Тора, она, конечно, рассказывает о каких-то исторических событиях, но не это главное. Этот исторический слой, исторический ряд, он не главное. А главное – это те вечные уроки, которые нам несут эти истории. Соответственно, Авраам для него – это такой персонификация, опять-таки, я сегодня много раз употребляю это сложное слово. Понятие божественной эмоции под названием доброта и так далее. То есть, дальше вы читаете это как образы, как метафоры, как какие-то нравоучительные истории. Ну, нравоучительные в смысле дидактические. То есть, что нас чему-то учит, как надо и как не надо. Я уже сказал, что через тысячи лет после него, вот, Аристотелевская или, там, Платон, он виден его следы, иногда напрямую цитируется в еврейских книгах. Но удивительнее всего, что в том, о чем мы сегодня будем говорить, эта точка зрения, как мало в чем другом, возобладала совершенно. Ну, вот, после всего этого предисловия, давайте почитаем то, о чем мы сегодня будем говорить. О очень странной, удивительной заповеди, которая такая двухчастная. Значит, это 25 глава книги Дворим, начиная с 16 стиха, 17 стиха, простите. В наших изданиях Раши, 320 страница. Помни, что сделал тебе Амалек в пути, когда вы уходили из Египта. Как он застал тебя в пути и перебил у тебя всех ослабевших позади тебя. А ты был изнурен и утомлен, и не побоялся он Бога. И будет так, когда даст тебе Господь твой Бог покой от всех твоих врагов, что вокруг, в стране, которую Господь твой Бог отдает тебе в удел, чтобы ты овладел ею, сотри память об Амалеке из Поднебесной, не забудь. То есть, помни, потом сотри память и заканчивается все не забудь. Это любопытно, тут сразу мы должны обратить внимание на неоднократное использование понятия память. Помни, не забудь, сотри память. Ну, во-первых, начнем исполнять эту заповедь, вспоминать, что же сделал нам Амалек при выходе из Египта. И давайте, да, давайте с этого начнем. И пришел Амалек, это аж книга Шмот, то есть, Моисею надо напоминать через 40 лет своему народу, и нам тоже, спустя две книги, тоже надо вспомнить, что же там такое было. Это глава 17 книги, Шмот, 8 стих. Обстоятельства такие, евреи вышли из Египта, евреи перешли Черное море, тростниковое. И сразу после этого пришел Амалек и воевал с Израилем в Рефидим. И тогда Моше сказал Ешуа, выйди, сразись с Амалеком, завтра я останусь на вершине холма с посохом Божьим в руке. Дальше мы помним, что он стоял, поднимал руку Моше и одолевал Израиль Амалека. Когда опускалась рука, то Амалек начинал одерживать победу. И вот дальше, после описания всего этого, в 14 стихе, Господь сказал Моше, запиши это на память в книгу, и внуши Ешуа, что я бесследно сотру память об Амалеке из-под небес. И построил жертвенник и нарек ему имя, Господь чудо твое мое. И сказал он, вот рука на престоле Господа, то есть клянусь, что война у Господа против Амалека из поколения в поколение. Вот такие там, значит, описания того, что, собственно, мы должны помнить. Вот эта история про напавшего на евреев Амалека, то есть некое племя, которое перебило отставших тех, кто находится позади. После чего было кровопролитное сражение. И как-то от Амалека отбились, но заповедно помнить о нем во веки вечные. И Господь говорит, что вот он, для него это такая принципиально важная вещь. При этом он будет стирать о нем память. Какова заповедь? В чем суть этой заповеди? Что значит помни? Помнить это как? Что надо делать в связи с этим? Ну, главный наш источник законоучительный часто это Рамбам. И Рамбам пишет так. Мы видим двучастную заповедь. Значит, вот есть, значит, уничтожь память об Амалеке, или все, что связано с Амалеком. И повелевающая заповедь, это все Рамбан, законы о царях, пятая глава, пятый стих. Почему это в законах о царях, сейчас мы узнаем. Значит, есть заповедь уничтожать потомкам Амалека. И повелевающая заповедь, помни всегда его злодеяние и устроенную им засаду, чтобы все время чувствовать к нему вражду. Как сказано, помни, что сделал тебе Амалек. То есть, не отпускать от себя это. Не выпускать из себя эту память. Это наша недельная глава. По традиции получено, что помни означает вспоминай вслух. То есть, помни это какое-то воспоминание с устами. То есть, человек говорит, а помнишь и так далее. И в чем это исполняется, как это исполняется в еврейской традиции. У нас есть шаббат перед Пуримом, когда читают Паршат Захор. Главу, вот эту самую главу, о которой мы сейчас говорим. И, соответственно, таким образом вслух вспоминают и исполняют эту заповедь. Большинство законучителей считают, что это единственное чтение Торы, которое заповедовано Торой. Есть некоторые, которые говорят, что еще глава Паро, глава про красную корову. Но они в меньшинстве. Большинство считают, что это единственное заповедь Торы, потому что, читать этот отрывок истории, потому что вот они так трактуют эту фразу. Помни. То есть, помни это вспоминай. Вспоминай деятельно. Как вспоминают, значит, вот все должны собраться в синагоги, кто-то должен встать на Амвон и прочитать эту историю. И это вот Паршат Захор, глава Захор. Ее читают именно перед Пуримом. Почему именно перед Пуримом? Потому что, как объясняют наши мудрецы, главные фигуры, действующие лица истории Пурима тоже связаны с этой историей. Дело в том, что Амалек – это вполне реальная фигура. И он упоминается в книгах пророков, где рассказывается, и в книгах пророков, и в писаниях, где рассказывается о грехе царя Саула. Царь Саул, в очередной раз вступив в бой с Амалекитянами, победил их, но пожалел Агага, царя Амалека, и не убил его. Как полагается было бы поступить с этим военнопленным с точки зрения закона Торы. И вот дальше Агаг, оставшись живых, произвел на свет сына, потомком которого был Аман, главный герой Пурима, главный антигерой Пурима. И таким образом жалость неисполнения воли по уничтожению Агага стоила евреям, вот эта ошибка Шауля, Шаулу стоило трону, он в результате лишился трона, и власть перешла Давиду, но это как бы не слишком нас волнует. Но то, что весь еврейский народ в истории с Пуримом был под угрозой тотального уничтожения, это вот прямое последствие этого. И кто же его спас от этого тотального уничтожения? Мардыха и Эстер. Мардыха и Эстер, как мы помним, были близкие родственники, то ли дядя и племянница, то ли двоюродный брат и сестра, зависит от разного понимания библейского иврита. Вот они были потомками Шауля, то есть они исправили таким образом наломанные дрова, то, что наломал дрова Шауля. И, соответственно, вот эта вся история Пурима, она тесно связана с историей Амалека, поэтому читают главу Захор перед Пуримом. Но когда-то надо было бы ее считать все равно, с точки зрения этого закона. и, соответственно, выбрали эту как самую близкую по смыслам дату. И таким образом исполняют эту заповедь на устах. И вот помни, мы сказали, что очень много раз написано это слово помни. Помни означает вспоминай вслух, это Захор, говорит Рамбам. А не забудь, это у нас 25.19, означает помни в сердце. То есть не забудь, помни в сердце, то есть запрещено забывать его вражду и ненависть. Так, практически, в практических терминах Рамбам объясняет, в чем смысл этой заповеди. Что же касается заповеди истребления Амалека, она вообще нерелевантна с точки зрения Рамбама, потому что она релевантна только была во времена Шауля и будет во времена Мессии, то есть когда вся земля Израиля, земля обетованная, будет еврейской, будет в еврейских руках, будет еврейский царь, у него есть власть и так далее. Поэтому это заповедь с точки зрения Рамбама неисполняемая. Но заповедь-то осталась. Амалек существует, вечный враг. Так написано, что, значит, Господь, мы только что читали с вами, будет в войне против Амалека во всех поколениях. То есть вот эта вражда двух главных врагов, Бога с одной стороны, Амалека с другой стороны, поэтому в эсхатологической традиции Амалек часто называется дьяволом. Вот эта борьба, она вечная, так сказал Всевышний. Что же с этим делать? Что же это за вечная борьба, которую мы должны осуществлять? И вот большую часть, большую часть нашего оставшегося времени я посвящу пересказу комментариев Любавического Рэбы. Это кто хочет почитать в оригинале из третьего тома на странице 913-915 в Ликутесии ход и из 22-го тома на странице 190-196. Но этим не только это мы будем сегодня читать, потому что тема эта крайне интересная. но сразу оговорю, что мы вспоминали Филона Александрийского, поминали с самого начала, потому что все, что мы дальше будем читать, вполне могло быть написано Филоном Александрийским. Итак, начнем сначала с того, что говорит Рамбам, то есть, простите, Раши. Раши говорит так. Вот рука на престоле Господа, рука святого благословен, он поднята, то есть, как я сказал, клянется, он клянется своим престолом, что его война с Амалеком и вражда к нему вечны. То есть, это вечная борьба. И поклялся святой благословен, что имя его неполное, то есть, сам Бог неполноценен в виде своего имени, и престол его не целен, пока имя Амалека не будет стерто полностью. И когда будет стерто, станет имя Всевышнего полным, и престол его цельным. Как сказано, с врагами этими покончено, чьи мечи были навеки. Это об Амалеке. О нем сказано, и вечно хранил он ярость свою, и города их разрушил ты, и исчезла память о них. Итак, вот, это какая-то вечная борьба с точки зрения этого Раши. А что же такого в Амалеке особенного? Почему именно Амалека – это такое суперзло? Почему не Белам, о котором мы говорили, да? Валам или Балак, который его послал? Почему не какой-нибудь Ог, царь Башанский? Почему не масса других врагов, которые нам встретились не только в библейской истории? Почему теперь Амалеком мы будем называть любого врага еврейского народа? Почему супер имя и, так сказать, архетип вот такого врага еврейского народа – это Амалек? Опять почитаем Раши. Как Раши понимают, в чем особенность Амалека? Это Раши в Шмот 17.14. Амалек пришел схватиться с Израилем прежде всех народов. То есть Амалек, он тот, который начал, начал первым эту борьбу. И еще Раши объясняет. Пришел Амалек. Этот текст непосредственно следует после стиха, в котором сыны Израиля вопрошают, есть ли Господь среди вас или нет. Чтобы сказать, я всегда среди вас и готов помочь в любой вашей потребности. А вы говорите, есть ли Господь среди вас или нет. Вашей жизнью клянусь, этот пес Амалек набросится и покусает вас. И вот тогда вы будете вызывать ко мне о помощи и узнаете, где я. То есть Раши говорит, что Амалек это наказание за абсолютно возмутительное сомнение евреев на их стороне Господь. И это после перехода через Чермное море, через Тростниковое море. Это можно уподобить вот чему. Человек посадил сына на плечи и вышел в путь. Если сын видел на земле какую-то вещь и говорил, папа, подними это и дай мне, то отец давал ее ему. И так было во второй и в третий раз. Встретился им по дороге некто. И сын спрашивает у него, ты не видел моего папу? Ну, это действительно оскорбительно совершенно, обидно. Он сидит на плечах отца, который ему все давал по дороге. И тут он на секундочку забыл, что тот, кто его несет и кто ему все дает, это его отец. Он не смотрит вниз, он не смотрит на причину. Тогда сказал ему отец, ты не знаешь, где я, и сбросил его из себя. И тогда на сына прыгнул пес и укусил его. То есть, сначала обрати внимание на то, что Амалек – это в определенном смысле психологическое наказание. То есть, наказание за сомнение евреев в том, с ними ли Бог. Посмотрим еще комментарии Раши в связи с этим. Что же такого плохого сделал Амалек? Он говорит так, что он встретил тебя, аширкорхаха, он тебя встретил. Слово корхаха очень похоже на слово кар. Встретил тебя – это холодный, то есть, охладил тебя. Он тебя встретил, то есть, сделал тебя холодным. Он вот этот весь энтузиазм, который был присущ времени, мудрено, после выхода из Египта, после тех чудес, которые они видели на море, охладил. И вот то, что он это охладил – это его главное наказание. Тут еще есть дополнительный комментарий, который говорит еще и о том, какое он сделал, в чем, собственно, зло, которое он совершил. Какие были такие особые последствия. То, что я говорил о том, что у Амалека есть какое-то особое место по сравнению со всеми остальными последующими врагами еврейского народа. Это в нашей недельной главе «Ашеркорхо Бадерых», «Ашеркорхо» – это, он говорит, охладил в противоположность теплу. Что значит охладил в противоположность теплу? То есть, не только евреев охладил, не только их сделал холодными по отношению к Богу. Но вот, что он еще сделал. Он словно охладил и остудил кипение всех. Ведь идолопоклонники боялись воевать с вами. А этот Амалек явился и начал войну. Ну, какой дурак после фараона, он будет нападать на евреев. Видели, как все его войско погибло в море? А вот появился, появился какой-то выскочка, который напал на евреев. И таким образом, вот этот ужас священный перед народом Божьим охладил. Вот с чем это можно сравнить. Никто не решится прыгнуть в бассейн с кипящей водой. Явился один беспутный человек и прыгнул в него. И несмотря на то, что он сварился, обжегся, он остудил бассейн в глазах других. То есть, сам факт того, что он вышел на войну, что там дальше с ним было, об этом уже не так помнит. Помнит, что кто-то посмел пойти против этого народа. Значит, раз кто-то посмел пойти, это в принципе перестало быть чем-то абсолютно невероятным. Чем-то абсолютно невозможным. И это вот в этом смысл того, что он тебя остудил. То есть, остудил, как говорит Раши, и идолопоклонников, то есть, врагов, которые стали нападать на евреев после этого. Потому что это оказалось возможным. То есть, сама возможность была не уничтожена. Кстати, я хочу напомнить, что Амалек-то полностью разбит не был. То есть, если история фараона могла бы быть и была, очевидно, хорошим уроком для всех. И поэтому все, кроме Амалека, боялись, то после истории с Амалеком, ну, кого-то убил. Что-то там Маше должен был сопротивляться каким-то особенным образом. Иногда Амалекитяне одерживали верх. То есть, бороться-то с ними можно. А раз бороться с ними можно, значит, соответственно, возможность борьбы с ними теперь стала использоваться. Что касается вот этого времени. То есть, это не только время после выхода из Египта. Это еще и время выхода из духовного Египта. Тут мы начинаем играть на поле Филона Александрийского. Духовный Египет. Египет назывался скверной всех народов. То есть, все такой Содом, мегаполис, в котором все грехи, которые только можно было, творились. Потом, например, когда Талмуд говорит о каком-то разврате особом, он называет это египетской мерзостью. Колдовство. Все, что ты хочешь. Все это египетское. Евреи вышли из Египта, но не просто ушли от мерзости, а идут к высочайшей святости, к Синаю. Это всего 50 дней. От Египта до Синая всего 50 дней. И вот в этот период они должны были находиться в максимальном энтузиазме, в максимальном экстазе, в максимальном стремлении ко Всевышнему. И тут вот они оказались в такой ситуации, которая символизирует сам Олегу. Как говорит Раши, это стало следствием того, что они охладились. Или, как говорит другой Раши в другом месте, это он их охладил. Это не суть важна. Важно, что именно в этот самый важный момент, между уходом от зла и приходом к практическому добру, эта история дала трещину. Они охладились. Этот энтузиазм прошел. Былого энтузиазма более не было. Что значит былого энтузиазма? О чем идет речь? Дело в том, что и по жизни так. Мы можем вполне быть довольно агрессивно настроены по отношению козлу. В том смысле, что мы не будем творить зла. Нас нельзя заставить быть соучастниками преступления. Но активное действие – это что-то другое. Активное практическое применение – это что-то другое. До этого мы не доходим. Нас на это не хватает. Нас вполне хватает на то, чтобы не делать зло другим людям. Но активное добро – это нечто гораздо большее. И вот гора Синай в этом смысле – это не просто отказ от Египта. Отказ от безусловного зла. Это еще и обязательство к совершению деятельного добра. И вот это совершение деятельного добра – отсутствие влияния на физический мир твоей совести, твоих интеллектуальных прозрений каких-то и так далее – это амалек. Они из Египта уже ушли, а в Синай уже чего-то не так хотят. То есть, эта концепция, назовем ее так, это концепция того, что амалек не против того, чтобы ты ушел от зла, а амалек за то, чтобы ты не делал добро. Это то, как наши мудрецы в нескольких местах это называют так – знают своего Творца. Что такое знание Творца? В Ихтезе Египта – это знание Творца. И бунтуют против него. То есть, против его воли не совершает его волю или даже нарушает его волю. Это амалек. Амалек – это не безбожник, не тот, кто не верит в Бога. Он знает, что Бог есть. То есть, это чувство, ощущение Творца и, тем не менее, готовность бунтовать против него. То есть, это не готовность отдавать всего себя, все свои чувства, все свои способности на сторону добра. Здесь мое, здесь твое. В синагоге я помолюсь, а дальше я буду заниматься бизнесом. Бизнес – это другое. Богу Богову, кесарю кесареву. Вот это кесарю кесарево, даже при том, что Богу Богову, это амалек. Это одна такая история. Интересно, что амалек называется Рейшиз Гоем, глава народов и долопоклонников. Что это за народы? Это те самые семь народов. Те семь народов, которые, как и амалека, Тора заповедует уничтожать, подвергать тотальным уничтожению. Волос становится дыбом. Очень интересно и очень быстро возникает концепция, что эти семь народов это на самом деле семь качеств. семь эмоциональных движений человеческой души. Доброта, строгость, хвастовство, великолепие, они все имеют оборотные стороны, мудрость и так далее. Вот уничтожить амалека, который глава семьи народов, это значит уничтожить все то, что делается нашими семью эмоциями не во благо добра, не ради добра. Это тотальная борьба, это не что-то, где можно что-то оставить себе. С 12 часов ночи, с рассвета, до 11 часов вечера, 23 часа и 59 минут я буду служить Богу, я буду служить добру. Но одну минуту дайте мне. Это одна минута, это тот самый царь, которого не уничтожил Шулу, от которого возник Аман и от которого под угрозу стало все. Пока ты уничтожишь абсолютно все, все свое зло, всю свою зависть, жадность, корость и так далее, до этих пор ты находишься в рамках амалека. Это постоянная, ежесекундная работа. Помни вечно о том, что амалека надо уничтожить. Что вот это амалекство, то есть неготовность, хоть одну мысль отдать добру, а заставить ее служить себе, своей корости, своему интересу, это амалек. Поэтому это тотальная история. Вот такой взгляд. Интересно в связи с этим, что амалек, говорит Каббала, слово амалек на иврите как мы знаем, каждая буква имеет цифровое значение, числовое значение. Вот амалек, гематрия, амалек это слово сафек, это 240. Сафек это сомнение. То есть мы бы это назвали, наверное, агностикой. То есть да, в принципе, я допускаю, что Бог есть. А если нет? И вот я так всю жизнь балансирую между верой в Бога и сомнениями в Нёх. Вот эти сомнения, если бы человек чувствовал над собой Бога всё время, несомненно, то тут само собой разумеется, он бы никогда не грешил. Помните, как в той истории, которая рассказывала, видят, видят. С небес всё видят. Значит, сам факт греха, а кто без греха, указывает на то, что в тот момент человеку показалось, что Бог его не видит. То есть, иначе говоря, показалось, что Бога-то нет. Вот это сомнение, неуверенность, он показалось, он же через минуту уже опять стал хорошим человеком. Это амалек, это сафек, сомнение. Значит, соответственно, ответ на это, это тотальное подчинение себя заповедям, тотальное подчинение себя добру. Почитаем в связи с этим некоторые очень интересные истории, которые, поучения, которые первые хасидские мудрецы, ученики Баалшемтова говорили об амалеке. Вот, например, в книге Цафнат Панех, это раби Яков Йосиф из Полонного, это Цафнат Панех, есть еще один, Цафнат Панех, Рогачевского ГОНа, самый известный, но есть книга Цафнат Панех, Цафнат Панех так называли Йосифа, поэтому, так же, как Йосифа Рогачевского ГОНа звали Йосиф, и поэтому он так закодировал в названии книги свое имя, скрывающие тайны, Цафнат Панех, так же и Яков Йосиф из Полонного тоже звали Йосифа, поэтому он еще за сто лет до Рогачевского ГОНа так назвал свою книгу, он ученик Балшинтова, он один из самых великих учителей раннего хасидизма. И вот что он говорит в этой книге в Сафнат Панех по поводу Амалека и того, что в нем символизируется. То, что дурное начало подстрекает человека к ложной скромности, есть проявление Амалека, которое даже в смирении находит повод для гордыни. То есть Амалек это такая приправа, которая даже самые прекрасные качества портит. Вот скромность, это же замечательное качество. Но вот скромность человека может стать причиной для гордыни, когда человек горд, насколько он скромен. Это он нашептывает человеку. Дальше он рассказывает, говорит о том, как этот Амалек, дурное начало в человеке, замечательно психологически обрабатывает своего клиента. Как ты удивительно скромен. Об этом сказано и перебил Амалек позади себя всех ослабевших. Он склоняет человека плестись в хвосте. То есть мы специально прочитали с интонацией позади. Те, кто позади. Он говорит человеку, не будь в первых рядах, не надо, не торопись. Ты же скромный. Будь позади. Иными словами, к чрезмерной скромности. Поэтому Тора предостерегает нас. Помни, что сделал тебе Амалек. Не забудь. Помни, это предостережение. Прежде всего, нужно опасаться гордыни, которая приводит к забвению. Как сказано, надменным станет сердце твое, и ты забудешь. То есть помни о том, что нельзя разрешать себе гордиться даже на секундочку. Нельзя чувству гордыни собой овладевать, потому что из другого места мы знаем, что гордыня ведет к забывчивости. Надменным станет сердце твое, и ты забудешь. Но если ты отдалишься от высокомерия, не переусердствуй. И поэтому добавляется. Помни, что сделал тебе Амалек. Как Амалек прекрасно эту скромность использовал. Те, кто были позади, он их перебил. Это, говорит раби Яков Йосов, предостережение от чрезмерной скромности. Так написано в Мишне, а вот 4.4. Будь чрезвычайно скромен духом. Пусть у тебя будет смирение в глубине души. То есть духом. А не показная скромность. То есть внешняя. Как в случае с Амалеком. Помни это. Вот это такой, видите, какой замечательный поворот. Тут все использовано. Тут использована история про то, что они были позади тех, кто пострадали Амалеку. И вот это многоразовое повторение помни, не забудь. И то, что забывчивость связана с гордыней. И очень логически таким образом вам говорят, это все история вот про это. про те жернова, пред которыми проходит человек. То есть мы говорим, что Амалек это родоначальник всех дурных качеств. И вот в этом случае изучили качество гордыни, которое оказывается вполне может использовать даже скромность. А вот другое, это такая книга хасидская Чотхэн. Она говорит так, говорится от имени мудреца Искуси, мудрец Искуси, это раби Маше Искуси, очень известный мудрец средневековья, что однажды явился ему во сне Всевышний и открыл ему, что главная причина, из-за которой дурное начало завладевает человеком, это забвение. Вот тут опять игра с памятью, помни, не забудь. Ведь если бы не забвение, то каждый человек служил бы Всевышнему с воодушевлением, помни о милости, которую он благословенный оказывал ему с момента появления на свет и о тех несказанных и великих чудесах, что Творец совершил для него. И когда человек не мог бы даже пальцем пошевел против воли Творца, однако забвение приводит порой к тому, о чем мы говорили. Как же этого избежать? Каждый человек должен знать, что он забывчив. Так он спасется от забвения и обретет силу памяти. И в этом состоит суть заповеди помни, что сделал тебе Амалек на пути, когда вы выходили из Египта. Помнить, постоянно помнить. А благодаря качеству памяти человек может служить Богу даже в делах этого мира. То есть вот как раз в епархии Амалека он вполне может не забывать Бога, если будет постоянно держать ухо востро и помнить. Еще одно в Толдот Яков Иосиф в другом месте говорит вот о чем. Порой из-за грехов образуется некая завеса, которая отделяет человека от Творца и усугубляет разрыв образованной завесы, которая возникла из-за его материальной природы. Тогда материя берет верх над формой и человек истерно устремляется к излишествам. И он желает большего, чем ему требуется на самом деле. А ведь пристало освещать себя в дозволенном ему и избегать излишеств. Так, и вот эти два препятствия, упомянутые выше. Что это за препятствия? Бывает, что человек сталкивается с препятствием, которые усугубляют разрыв. Что же это за препятствия? Они называются рассечением морских вод и войной с Амолеком. А именно, необходимо рассечь воды в море мудрости и подложить в нем путь, по которому можно прийти к Творцу. То есть, мудрость. Казалось бы, мудрый человек всегда прав. И веселый человек всегда прав. Тогда, благодаря съету мудрости, которую получает Нишама, высшая душа, она может прибегнуть к своему создателю. Когда руки евреев ослабевают, то есть, когда ослабеет их связь с Торой, тотчас же исполняется сказанное «И пришел Амолек и воевал с Израилем». Вмешивается дурное начало и закрывается путь, описанный выше. Когда же исполняются слова «И изложил Яшуа Амолек», это Мод 17-13, когда победил, тогда материя вновь подчиняется форме. То есть, это вечный бой, вечный бой, который, собственно, к бою, как таковому, имеет совершенно непрямое отношение, а вот, оказывается, имеет отношение к нам, к Амолеку внутри тебя. И Шауль в этом смысле, он ведь поступил логично. Зачем убивать сдавшегося царя? Зачем там нельзя было брать трофеи? Это же полезно. То есть, он как раз и совершил самое большое преступление в том, что касается Амолека. Он решил в материальном, в мудрости отнестись к своему разуму, к своему пониманию, не примешивая туда божественную логику, не примешивая туда божественную заповедь. Тут не важно, какая заповедь. Он лучше знает, как надо. Вот это лучше знает, как надо, это и привело в результате к тому, что Шауль был низвергнут. Соответственно, что ответ этого? Ответ этого произошедшая в Пуре. Когда Мардыхай и Эстер, потомки Шаула, пошли на самопожертвование. То есть, что такое самопожертвование? Самопожертвование это безумие. Человек идет против своего инстинкта, против своего инстинктивного желания жить в любом случае. Вот он ради того, чтобы сделать добро, готов принести себя в жертву. И это полная противоположность того, что сделал Шаул, который не принес в жертву даже там овец, которые достались ему в, как ему казалось, пользование. Вот замечательно в связи с этим, что пишет Дерек Митсватеха, Рабица Мехцедыка, Третьего Льбаевского Рэбы. У нас это вообще книга про заповеди разные, и это в заповеди есть бедренное, запрете есть бедренное сухожилие. Но между делом он там вспоминает, а я вспомнил, когда готовил этот наш разговор, совершенно замечательную идею. Сущность Амалека, очевидно, и сказанного о нем нашими мудрецами, знает своего господина и хочет бунтовать против него. Слова эти описывают не только характер Амалека, как народа, но и его духовный источник. Внимание, оставим в стороне исторические параллели исторического Амалека, духовный источник. Уяснить это можно на примере душевных качеств человека. Мудрецам нашим принадлежит изречение. Человек не согрешит, если прежде не проникнется духом глупости. Грех здесь уподоблен затмению, забвению, которое мы говорили только что, которое затуманивает сознание. Величие Творца, как сказано в книге Тани. Только в таком случае начинают действовать семь дурных медот, то есть весь этот Амалек, он может быть только когда ты забылся. Или кое противостоят семи святым медот. Во всех этих дурных семи качествах они все соответствуют семи прекрасных качествах. Мы понимаем, что доброта вполне может развернуться в распутство, что строгость разворачивается в жестокость. У этих всех качеств есть разные стороны. Вот намек на эти семь дурных медот, это перечисленные в Торе семь народов земли канонской. Если бы удалился дух затмения и раскрылся дат постижения единого Всевышнего, то семь дурных медот пали бы и лишили всех сил. Иначе обстоит дело с отличительными свойствами Амалека. Недаром сказано о нем, что он знает Творца, но готов идти против него. Это выстекает из того, что зная обо всех чудесах, сотворенных Всевышним для народа Израиля, Амалек не испугался и вышел на войну с евреями, то есть сбунтовался против Всевышнего. Это говорит о том, что сущность Амалека дерзость. Свойство это отражено в понятии некоронованный царь, узурпатор, который предъявляет претензии на власть, не осознавая, что не имеет никаких прав на нее. В мире душевных качеств это означает готовность пойти против требований разума. То есть так же, как Амалек, это вот квинтэссенция того, о чем мы до сих пор говорили, так же, как Амалек, несмотря на то, что знал о том, что Бог велик и так далее, пошел против него, так же Эстер и Мардыха и, соответственно, то, чем мы можем это противопоставить, это готовность пойти против требований собственной выгоды, против требований собственных разумных соображений. Надо, значит, надо. Это вот такая вечная борьба, как мы уже говорили, и, соответственно, в этом смысле она абсолютно никуда не девается. То есть война против Амалека существует постоянно, существует вечно. В отличие от исторического Амалека, практического Амалека, которым Грамбам говорит, что в наше время это абсолютно нерелевантно и не имеет к нам никакого отношения, суть этой заповеди, как ее понимают мудрецы, которых мы сегодня цитировали, остается вечной и не просто один раз в году, как чтение главы захода, и не просто один раз в день, многие читают каждый день, шесть напоминаний, которые входят в уничтожение напоминания о том, что сделала Амалека. Но это постоянная, вечная, трансцендентная память. Память о том, кто ты, кому ты благодарен, каков этот мир, каков твой смысл в этом мире и так далее. В момент, когда ты об этом забываешь, ты проигрываешь. В момент, когда ты об этом помнишь, ты не можешь пасть. Поэтому эта заповедь не просто имеющая актуальное значение для нашего времени, она актуальна для каждого момента нашей жизни. Все остальное без этого подвержено опасности той же самой, которую подвергли себя евреи, выходя из Египта, перейдя Черное море, когда стали сомневаться. Забыли, кто им это все сделал. Ну, хорошей нам всем памяти. И дай Бог нам не только побеждать внешних врагов, но главным образом побеждать врагов внутри себя, вечного врага. нет большего врага для добра у человека, чем он сам.